скуловая область за счет чего у нас происходит старение первое это конечно резорция и опущение жировых пакетов мы с вами видим что с возрастом на с вами лицо сползает вниз и основные точки которым с вами работаем это области связочного аппарата в области скулы это углы нижней челюсти которым прекрасно знаем что подтянув и уплотнив у нас с вами получается хороший лифтинг тканей это ремоделирование резорции хрящевых костных структур безусловно с возрастом у нас с вами происходит резорция самой по себе костной ткани у нас с вами меняется связочный аппарат расслабляются связки поэтому столько методик делаем сами на то чтобы связки поддерживать под силу тяжести под изменением расположения жировых пакетов они нас смещаются с вами книзу соответственно тянут наше лицо к низу мы также видим что лицо наше как говорим она упала поэтому все методики они конечно будут направлены на то чтобы подтягивать среднюю треть лица к области скулы и давать эффект лифтинга и здесь мы даже сразу обратить внимание что вот говоря о работе с областью носогубных складок а я предпочитаю сначала сделать техники волюметрической коррекции техники векторного лифтинга со стороны скулы подтянув сюда лицо потому что когда мы с вами перемещаем жировые пакеты когда мы с вами меняем расположение подтягиваем лицо в области связки очень часто уже не требуется либо требуется в меньшем объеме коррекции в области носогубных складок опять-таки обращаем внимание на портрет изначально тип пациента тип старения у пациента если мы понимаем что это пациент с деформационно-отечным типом старения где у нас выраженные нависающие такие бульдожи щечки то если мы сюда еще ведем с вами филер поверьте ничего лучше чем еще сильно тяжелее опуститься лицо мы с вами не получим